Люберцы под контролем. Дворы, детские игровые комплексы, контейнерные площадки и многое другое стало предметом строгой инспекции Госадомтехнадзора. С рабочим визитом округ посетил руководитель регионального ведомства. Возглавив комиссию, Олег Баженов объехал объекты города, на которые неоднократно поступали жалобы жителей. Жители региона и решают, и жалуются, и контролируют. Тематика двор наиболее популярная у обратившихся на портал Добродел. Опираясь на нарекания, в адресном перечне у главного инспектора наиболее проблемные точки. На улице Колораж это не только парковка на газоне, но и вывоз мусора. Как наполнено, значит надо вывозить. Несвоевременный вывоз отходов из содержания контейнерных площадок – еще одна горячая тема – жалоб у люберчан. На юбилейный не хватает баков, а сама конструкция оставляет желать лучшего. А в районе высшей школы и на улице Побратимов жители утверждают, что на площадках образуются горы мусора. Не везде имеются эти графики, потому что наши инспекторы проверили и обнаружили, что на 50% контейнерных площадок этого графика просто нет. Многие контейнерные площадки не соответствуют стандарту. Хотя работа здесь ведется, ведется планово. И в городском округе 79% контейнерных площадок соответствуют стандарту. А вот что точно не соответствует стандартам, так это контейнерная площадка на Митрофаново. Ответственные лица заверили, что ее ненадлежащий вид будет приведен в соответствие. Но и на это у главного административно-технического инспектора был ответ. Коллеги, о чем я говорю? Здесь тогда должен быть информационный щит. Информационный стенд должен быть и на месте проведения земельных работ. Жителям неизвестно, что происходит у них во дворе. Оттого и на добродел летят жалобы. На детских площадках другая картина. Щиты есть, а информация отсутствует. На детской площадке по улице юбилейная. Нет специального прорезиненного покрытия. Жители не знают, что в 2020-м у них появится полностью новая игровая зона. Этот двор попал в комплексное благоустройство. Здесь будет и детская, и спортивная площадка, и обустройство новых портовочных мест. Нарекания жителей привели инспекторов к 300-му дому на Октябрьском проспекте. На расположение спортивных тренажеров здесь люберчане жаловались неоднократно. Вот здесь мы как раз указали на системную ошибку, что тренажеры располагаются ближе, чем установлено стандартом. То есть люди, занимающиеся, могут задеть элементами этих тренажеров друг друга. Всего по детским игровым площадкам у нас 46 замечаний. Из них 41 устранено, 5 еще находятся в работе. Так же, как и руководитель регионального государственного техноотзора. Об обращениях жителей знают специалисты Центрального управления регионом. Сюда стекаются все обращения люберчан. На открытое недавно подразделение в Люберцах Олег Баженов возложил большие надежды. Люберецкий ЦУР уже показал первые результаты. Сейчас мы ведем плотную работу по повторам. И действительно динамика, вот Владимир Петрович подтвердит, динамика за неделю мы больше 200 повторов снизили. Плановые инспекции руководитель регионального государственного техноотзора совершает во всех муниципалитетах. По всем жалобам дано задание принять меры для их устранения в кратчайшие сроки. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.